Встреча с легендами джаза, большая сцена и главные роли в мюзиклах. Так складывается судьба участников лауреатов конкурса «Яркий я». По следам самого яркого в фестиваль отправилась наша съемочная группа. В Зыковскую музыкальную школу Катя пришла в первом классе. И тут закружилась. Екатерина Бегунович, 15 лет, поселок Зыково. Все пять лет участвует в конкурсе талантов 7 канала «Яркий я». В 2010 году получила спецприз от телекомпании и лично встретилась с джаз-вуман Вероникой Мохосиной. В этом году стала победителем фестиваля. Поет в оперной студии. В планах поступление в музыкальный колледж имени Раткевича на вокальное отделение. Директор музыкальной школы и концертмейстер по совместительству за фортепиано, преподаватель вокала следит за техникой исполнения. Все эти годы именно Галина Ивановна со своей ученицей прошла через десятки вокальных конкурсов. Память о прошлых победах, стопка дипломов, а здесь не менее 60 и на каждом имя Екатерины. В моей практике пока это, к сожалению, единственный ребенок, который отвечает на все запросы и программы, и всех моих видений. На хоре я услышала ее и пригрела. А это, наверное, свыше мне подарок судьбы за такой многолетний труд. В Зыково опевчие девушки знают и всегда добрыми словами провожают на очередной конкурс. Все-таки представителей классического академического пения среди молодежи еще поискать надо. Как рассказывает сама Катя, жизнь после яркого «Я» у нее действительно стала ярче. Я играю в театре при балете, но у нас сейчас будет ставиться новый спектакль «Золотая принцесса» называется. Вот, ну, хотелось бы там, конечно, сыграть главную роль. Амбиции и скромность в одном флаконе. Впереди после яркого «Я» большие сцены, а выпускаясь из родной музыкальной школы, Катя не забывает, где именно начиналась история ее сценических побед. Анастасия Прохорчук, Евгений Иванов, 7 канал. По следам яркого «Я». Продолжение следует...